Жамбылская область, Жамбылский район. Средняя школа имени Антона Макаренко. Учитель начальных классов Лопатина Наталья Владимировна. Урок математики. Первый класс. Тема урока. Прямая. Отрезок. Ломаная. Цель. Научиться изображать на плоскости прямую, кривую, ломаную, замкнутую и незамкнутую линии. Простейшие плоские фигуры. Треугольник. Четырехугольник. Прозвенел звонок и смолк. Начинается урок. Он полон открытий и полон тревог. Ты, диктора, внимательно слушай, чтоб задание выполнить смог. Мы сегодня с вами будем путешествовать по волшебной стране. Геометрия. Этой страны на карте нет, но в ней есть удивительные города с необыкновенными улицами. Сопровождать нас в путешествие будет очень важная фигура. Сейчас мы с ней познакомимся. Что это за фигура? Правильно, это точка. Эта фигура важна, потому что с неё всё начинается. Нарисуйте две точки. Соедините их волнистой линией. Эта линия называется кривой. Нарисуйте ещё две точки. Соедините их прямой линией под линейку. Эта линия называется прямой. Без конца, без края линия прямая. Хоть сто лет под ней иди, не найдёшь конца пути. Отметьте точку на любой из линий. Что можно сказать про это? Линия состоит из точек. Если натянуть верёвочку, то какая линия получится? Верно, прямая. Если бросить верёвочку на пол, то какая линия получится? Кривая. Точка присела на скамейку и предлагает вам выполнить следующее задание. В лесу под деревом росло 4 гриба. После дождя появляется ещё один гриб. Сколько всего грибов растёт теперь под деревом? 5 к 4 прибавить 1 равно 5. Машенька сорвала один гриб. Сколько грибов осталось? 4 из 5 вычесть 1 будет 4. Назовите пропущенные числа. 2 1 1 1 1 Вертела точка верёвочку в руках и нечаянно завязала на ней 5 узелков. На сколько частей они разделили верёвку? Верно, на 6 частей. Физминутка. Раз, два, три, четыре. Кто живёт в моей квартире? Раз, два, три, четыре, пять. Всех могу пересчитать. Папа, мама, брат, сестрёнка, кошка-мурка, два котёнка, мой щегол, сверчок и я. Вот и вся моя семья. Встала точка на прямую линию. Долго шла, устала. Остановилась и думает. Долго ли я ещё буду идти? Когда закончится прямая? Долго ещё будет идти точка? Долго. Так как линия прямая без конца и края. Опечалилась точка. Как же мне быть? Неужели так и идти без конца? Но тут появились ножницы. Щёлкнули перед точкой и разрезали прямую с одной стороны, а потом с другой. Ой, как интересно! Воскликнула точка. Что же из прямой получилось? Это отрезок. Часть прямой линии, ограниченная с двух сторон точками. А если точка с одной стороны, то это луч. Он очень похож на лучик солнца. Сколько на слайде отрезков? Посчитайте. Верно. Четыре. Какой отрезок самый длинный? Верно. Красный. Какой отрезок самый короткий? Верно. Жёлтый. Какие отрезки одинаковой длины? Совершенно верно. Зелёный и синий одинаковой длины. Это мы определили на глаз. Но предметы можно сравнивать при помощи наложения одного на другой. Можно при помощи циркуля. Есть такой измерительный прибор. А можно измерить длину отрезков при помощи линейки. Отдохнула точка и отправилась в путь дальше. Но путь ей преградила большая река. Что же мне делать? Неужели возвращаться? Воскликнула точка. И тут на помощь пришли её друзья отрезки. Соединились они вместе. И получился замечательный мостик. Посмотрела точка на этот мостик и говорит, какая интересная линия получилась. Такая линия называется ломаной. А отрезки, из которых она состоит, звеньями ломаной. Концы каждого звена называются вершинами ломаной линии. Внимательно посмотрите. Сколько звеньев у первой ломаной линии? Конечно же, пять. Сколько вершин у второй ломаной линии? Верно, четыре. Начертите самостоятельно ломаную линию из четырёх звеньев. Из отрезков можно получить разные ломанные, не замкнутые и замкнутые. Сколько звеньев у этой ломаной? Верно, три. Какая фигура получилась бы, когда звенья сомкнулись? Верно, треугольник. Треугольник состоит из трёх сторон. У треугольника три вершины. Задание. Выложите из палочек треугольник. Сколько палочек понадобилось вам? Почему? Вы молодцы! Хорошо справились с заданиями. Точка благодарит вас за путешествие. С какими фигурами познакомились сегодня на уроке? Из чего состоит ломаная линия? Что называется вершиной ломаной линии? Продолжите фразу. Сегодня на уроке я узнал. Сегодня на уроке я научился. Мне было интересно. Мне было трудно. Выберите зайчишку, который соответствует вашему настроению. Урок закончен. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...